Реконструкция путепровода по улице Циолковского и улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле обойдется в 900 миллионов рублей вместо предполагаемых 700 миллионов. К увеличению оценки затрат привел проект организации строительства. Во-первых, мост находится в ограниченном пространстве, в сложном месте с точки зрения геодезии. Во-вторых, реконструкция будет проходить над действующей железнодорожной линией. Основная сумма предусмотрена на подходы к путепроводу, то есть реконструкцию улицы Октябрьской революции. По всей длине от Заводской до Серова она станет четырехполосной. Также в стоимость заложены затраты на переукладку коммунальных сетей. Для того, чтобы понимать предполагаемый уровень затрат, мы взяли, брали аналогичные проекты и выходили где-то, обсуждали уровень, в том числе и с Министерством транспорта Свердловской области, где-то уровень 750-800 миллионов. В ходе подготовки проектной документации, которая сейчас передана в экспертизу, цена на самом деле составила, с учетом действующих коэффициентов, сформировала где-то в районе 900 миллионов. Основные работы на мосту начнутся в следующем году. Технически, скорее всего, мы в этом году не будем готовы к остановке, и непосредственно остановка самого путепровода на ремонт будет учлена в 2019 году. Сейчас проходят переговоры с Министерством транспорта Свердловской области о включении этого объекта в титул и о возможности финансирования.